Доктор, а доктор, а это больно гипс накладывать? Нет, Максим, это не больно. Возможно, будешь испытывать определенный дискомфорт. А так, все пройдет гладко, не волнуйся. А испытывать дискомфорт, это больно или нет? Да нет же, говорю, могут быть небольшие неприятные ощущения. Ясно, а насколько они небольшие? Это больно или не очень больно? Здравствуйте, кому там у нас гипс понадобился? Ну, наконец-то, а то я думала, я с ним с ума тут сойду. Так, все вопросы к нему. Ага, понял. Здравствуйте, доктор, а подскажите, пожалуйста, а гипс, это больно, когда накладывают или нет? Когда я накладываю гипс, пациенты должны молчать. О, ясно. А если будет больно, можно кричать? Кричать не надо, будет не больно, я тебе обещаю. Ну, когда же они уже позвонят? Ну, сколько можно? Ну, почему так долго? А вдруг там осложнение какое-то? Даша, ну, успокойся, ничего серьезного, ну, заживет у него все, организм молодой. Не расстраивайся, ага. Каждый день, что ли, у тебя сыновья ноги ломают? Так, карандашики я принес. Папа, папа, а какого цвета усы бывают? Усы? Да, бывает черные, коричневые, наверное, рыжие, ну, или седые у стареньких. А что? А, ничего, я просто карандашики подбираю. Мама, мама, а у тетинек усы бывают? А, у тетинек? Не знаю, Даник, если может проблемы какие-то там, сбой какой-нибудь, может и растет чего, а ты что спрашиваешь-то? А, мне просто интересно, а хочешь посмотреть, как ты будешь выглядеть с усами? А, с усами? Хе-хе, ты рисуешь портрет мамы? Давай без усов, хорошо? Да нет, портрет тут уже нарисован, я хочу подрисовать и посмотреть, как будешь выглядеть. Ладно, ладно, Даник, хочешь с усами, так с усами. Все, я жду звонка от доктора, Макса забирать. Ага, понял, так, какие волосы нарисовать? Думаю, коричневые самые разбутат. Мам, пап, ой, Даник, это что, мамин паспорт? Мам, а зачем у Даника твой паспорт? Ты ему разрешила? А, Кать, что? Паспорт? Какой паспорт? Даник, это что, мой паспорт? Я не знаю, а что такое паспорт? Тут твоя фотография, с усами. Так, ладно, я зайду попозже тогда. Паша, подержи телефон, если позвонят, ответишь, а я пойду свой паспорт спасать. Какие еще усы, Даник, это же документ. Даник, ну ты что, ну спрашивать же надо. Ой, Даш, звонят. Так ответь, Даник, вот запомни, как выглядит. Это документ, нельзя в нем ничего никому пририсовывать. Так, надо попробовать это срочно стереть. Даш, тут говорят, Максима можно забирать. Доктор, доктор, а если мне еще не больно, это значит гипс вы мне еще не наложили? А когда вы его уже сделаете, я уже затек тут лежать. Так, тише, тише. Я уже все сделал. А медсестра позвонила твоим родителям, они уже едут тебя забирать. Ура, так не можно уже встать. Встать у тебя вряд ли получится, а вот посидеть можешь подождать. Доктор, у нас еще один пациент с переломом. Так, Максим, тебя придется пересадить вот сюда. Кушетка нам сейчас будет нужна. Так, ага, вот так аккуратно. Ну, вот так и посиди пока. Хе-хе, на клетку посадили. А можно я покатаюсь? А как тут нужно управлять? Максим, не мешай, у нас следующий пациент, а кататься нельзя, сиди спокойно. Здравствуйте. О, Максим, ничего себе, какая у тебя теперь нога будет в ближайший месяц. А, забирать можно нам? Да-да, все, гипс наложили. Справки все заполнили. Через месяц к нам. Все ясно, спасибо большое. Так, Макс, давай, вставай, одевай кроссовки и пойдем домой. Пап, у меня же гипс, я не могу сам. Саш, ну ты чего? Так, Макс, сейчас папа тебе поможет. Ой, да я что-то не привык еще, да, Макс, конечно, сейчас надену. А как мы будем передвигаться, доктор? Ну, вы можете решить эту проблему с помощью костылей. И если расстояние небольшое, он может держаться за стеночки и прыгать на одной ноге. Наступать на ногу с гипсом пока нельзя. А костылей-то у нас и нет. Саш, тебе придется донести его до дома на руках. Ну, здравствуйте, на ручках меня еще не таскали, я сам допрыгаю, только подержите меня за руку. Максим, вот так хорошо видно все? Ага, мам, спасибо, классно. Буду лежать целый день, видосики смотреть, а все в школу ходят, мучаются там. Давай все, отдыхай, намучился. Хорошо, мам. Мам, стой, стой, я хочу попить, принеси, пожалуйста, воды. Водички, хорошо, сейчас принесу. Вот, держи, тебе сразу бутылочку, чтобы стараться стаканами не бегать. О, спасибо, мам. Ну все, давай, отдыхай, я пошла. Ага, мам, хорошо. Мам, а чем это так вкусно пахнет у нас? Ты что-то готовишь? Я проголодался, можешь мне покушать принести? А то я пока до кухни прыгаю, да мне на ногу наступать нельзя. Покушать? Да, конечно, у меня там суп уже почти готов. Как только будет готов, полностью я тебе принесу тарелочку с хлебушком. А как ты любишь, тебе майонез или сметанку в суп добавить? Лучше сметанку, мам, спасибо. Фух, голова как разболелась, устала, не могу. Даш, ты чего такая уставшая? Саш, так у Макса нога сломана, то принеси, то отнеси. Это надо, то не надо. Забегалась уже. Так, Даш, ты меня-то попроси, ты чего? Тебе вообще вредно перенапрягаться. Ты не волнуйся, я все сделаю, что ему надо. Мам! Ну, все, я иду, сейчас скажу, что я за тебя. Давай, сиди, отдыхай. Макс, что случилось, что тебе нужно? О, пап, а чего не мама? Принеси наушники, пожалуйста, я хочу музыку послушать. Макс, мама вообще-то устала бегать по твоим прихотям. Ты так и будешь, что ли, у нас? Давай-ка ты как-нибудь на одной ножке попробуй, по комнате хотя бы передвигаться. Ну, мы целый месяц не сможем тебя обслуживать. Ты как-то какие-то дела мелкие сам старайся делать. Наушники сейчас принесу. Вот, держи, слушай, пожалуйста. Фух. Ну что, Даш, как твоя голова? Попрошла немного хоть? Вроде полегче стало, а ты чего такой замученной? Да с Максом все, непривычно как-то. Туда сбегай, сюда сбегай. То принеси, то отнеси. Это хочу, это не хочу. Слушай, Даш, доктор говорила про костыли. Может, мы ему купим все-таки? И он сам попробует как-то. Ну, хотя бы в туалет ходить, не буду же я его постоянно носить. Да, Саш, я думаю, это хорошая идея. Да, Ник, ну принеси, пожалуйста, ну ты видишь, что у брата нога сломана. Макс, да я запарился уже бегать по твоим прихотям. Я с Мишкой хочу поиграть немножко. Эх ты, вот был бы ты в такой ситуации, я б тебе помог. Такая красота, все вокруг меня бегают, все носят, приносят, а я только на кровати лежу. Ладно, сейчас принесу. Макс, Макс, а ты же больной, да? В смысле, Дианка, как больной? Ну, у меня гипс, а что? Макс, Макс, а ты все равно тут сидишь? Может, в доктора тогда поиграем? Давай я буду доктором, а ты моим пациентом. Нет, Дианка, в какого доктора? Не хочу я в доктора. Макс, Макс, ну пожалуйста, тебе все равно нечем заняться. Слушай, а у того, у кого гипс, тому делают укол? Нет, Дианка, иди к себе в комнату, не делают уколы гипсу. А давай я тебя тогда хотя бы послушаю. Ну-ка, ой, как нога пульсирует. Ну-ка, давай поднимай футболку, я сейчас тебе впереди и сзади послушаю. Ой, ты бедненький, заболел мой маленький. Так, я тебя вылечу, не волнуйся. И когда вырасту, я стану доктором и буду всех лечить. Дианка, иди к себе в комнату, я не буду играть с тобой в доктора. А ты, Таня, я вот видео смотрю. Ну, Макс, ну, Макс, ну пожалуйста, давай я принесу градусник, тебе температурку померяю. А потом из аптечки тебе витаминку угощу вкусной-вкусной витаминкой. Так, а где у нас витаминки? А там, что я видела, это вообще витаминки? Макс, я сейчас приду. Нет, только нет, только не приду. Надо как-то дверь запереть. Ай, ой, 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 можно как-то со стулом же. Неудобненько, конечно, на одной-то ноге. Макс, Макс, о, ну вот, молодец. Да, пробуй как-то передвигаться хоть по чуть-чуть. А чтобы тебе удобнее было, мы с мамой купили тебе костыли. Сейчас будем пробовать на них ходить. Так, вот, держи. Ну, бери, пробуй. Костыли? Я бы не хотел, наверное. Нормально, я так полежу. Макс, ну нет. Давай, пробуй с костылями. Ну, у тебя получится. Станешь мобильней, будешь хотя бы по дому ходить. В туалет, на кухню там, я не знаю. О, пап, ты тут маму не могу найти. А где у нас аптечка? Мне надо Максу градусник найти, чтобы температуру померить. А еще там у нас был большой-большой шприц. Ему укол нужно сделать. А еще я видела, гипсы разрисовывают. Макс, можно я у тебя на гипсе что-нибудь нарисую? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А, о, пап, костыли-то костыли, это хорошая идея. Я прям сейчас попробую на них ходить. А еще желательно бегать научиться. Вот, как-то так, наверное. Сейчас второй возьму. Этот, наверное, вот так. Оп, потихонечку. Ну вот, пап, смотри, вроде получается. Так, вот уже побыстрее могу. И я пошел. Э-э-э, куда, больной, стойте. Вам срочно нужен укол, вам микстура нужна. Я сейчас за карандашиками и к тебе. И гипсы разрисовывать будем. Не-не, Дианка, давай без меня как-нибудь. Вон, Даник в доктора поиграть хочет. А мне некогда, мне вон на костылях ходить надо. А? Чего? С Дианкой в доктора? Нет, я не хочу. Макс, ты куда? Подожди меня. Тогда давай быстрее побежали. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Да стой, ну куда? Ну ничего, на костылях ты от меня далеко не убежишь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok